Ребята, всем огромный привет! С вами Светлана. Екатерина. И мы в каком-то видео совсем недавно заговорили о книгах в отпуск. Естественно, вы поддержали нашу идею. И мы сейчас с вами отправимся в отпуск. Ой, как было бы хорошо, если бы мы прямо сейчас взяли бы и отправились в отпуск. Это было бы совершенно прекрасно. Но мы сегодня поговорим только о книгах, которые хорошо читать в отпуске. Это либо очень легкие книги, книги, которые поднимают вам настроение, либо же циклы, от которых совершенно невозможно оторваться. О, ребята, мы сегодня будем петь им дифирамбы. Чтобы прочитать эти самые циклы, нужен действительно целый отпуск. Естественно, ребят, в комментариях обязательно, вот прям обязательно делитесь книгами, которые вы любите читать в отпуске, или которые себе приготовили в отпуск. Составим эту подборочку совместно, чтобы она у нас с вами всегда была под рукой. Когда бы этот самый отпуск, с которой мы начнем, это будет фэнтези. У меня всегда был один универсальный вариант, который я советовала читать всем любителям фэнтези в отпуске. Это городское фэнтези. Мне кажется, что именно это направление фэнтези как нельзя лучше подходит для того, чтобы просто расслабиться. Это обычно небольшие романы, которые наполнены харизматичными персонажами. И приключениями. Там случаются какие-то незамысловатые приключения. Но для меня городское фэнтези всегда вытягивают именно персонажи. Я сегодня вам покажу два цикла. Один цикл, с которым я знакома давно и люблю его давно. Это, конечно же, Джим Батчер и его архивы Дрездена. Здесь у нас главный герой Гарри Дрезден. Маг, который влипает в приключения, как муха. Хочется сказать, по самой не могу. По самой не могу. Как муха в определенную субстанцию. Он все время в приключениях. Конечно же, в мед, ребят. Конечно же, а какие еще могут быть субстанции для мух? Только мед. Если говорить о героях, здесь целая коллекция прекрасных персонажей. Включая невероятно харизматичного кота и череп. Но здесь череп, который живет у Гарри Дрездена. Он не в том смысле череп, что он череп. Он дух, который принимает вот такую форму. Насколько я сейчас помню. А то сейчас ляпнула и сразу подумала. А насколько ли я права? А я думала, ты сразу такая, надо переслушать. Знаете, в чем вообще моя боль и печаль? Я же перечитываю цикл потихоньку. Но дело в том, что сейчас я бы по-хорошему его переслушала. Но в начитке архивов Дрездена нет. Во всяком случае, в тех приложениях, да, это дух воздуха. Череп это вовсе не череп, а дух воздуха. Нет в начитке. Я считаю, что это огромнейшая ошибка. Кстати, ребят, если вы вдруг знаете, есть хорошая начитка архива Дрездена, обязательно мне об этом напишите. Я этот цикл очень люблю. Он легкий, он веселый, он классный. И Гарри, он не то что влипает в приключения, он из них просто-напросто не вылипает никогда. И второй цикл, с которым я тоже знакома очень давно, но полюбила я его только этим июнем. Этим летом. Этим летом, да. Когда с превеликим, с невероятным, совершенно каким-то... Я влюбленными глазами... Влюбленными глазами слушала... Влюбленными ушами. Влюбленными ушами, да. Влюбленными глазами слушать получится с трудом. Но я влюбленными ушами слушала этот цикл. Вернее, первый его роман. Это «Реки Лондона». Дело в том, что «Реки Лондона» я до вот этого прослушивания читала дважды. Когда они выходили еще в предыдущем издании, у издательства «Фантастика». Очень страшные обложки были у тех книг. Это какое-то великолепие невероятное. И знаете, у меня никогда с ним не было контакта. Мне не получалось настроиться ни на главного героя, ни на то, что там происходит. А тут прям с первого предложения случилась искра, безумие, влюбленность. Я прониклась циклом на 100%. Теперь с нетерпением жду, когда в начитке появится вторая. Вторую книгу «Луна над Сохо» я в бумаге себе уже купила. Надеюсь, аудиоверсия тоже появится быстро. Я вспомнила предыдущие обложки «Луна над Сохо». Я вспомнила, как это выглядит. Слушайте, это выглядит, как, ой, я не знаю, не хочется говорить, как паленый сам издат из начала 90-х. Вот это ужас был. Там очень специфические обложки были. Главный герой этого цикла работает в полиции. Мечтает, что он будет крутым полицейским. Но, к сожалению, ему поручают только бумажную работу. И так бы он погряз в этих бумагах, если бы не один случай. Одно происшествие, преступление, благодаря которому наш главный герой знакомится с последним магом в Англии, который берет себе его в ученики. И Питер Грант начинает учиться магии. А начинает он учиться магии в заведении. Знаете, как они зовут свою штаб-квартиру? Безумство. Это официальная штаб-квартира английской магии, начиная с 1775 года. И мне по стилю повествования на этот раз отдельные фрагменты очень сильно напомнили тексты Пратчета. Это какая-то невероятная ирония, сарказм, юмор очень и очень тонкий. И вот мне интересно, я закладывала себе здесь хоть одно предложение. Получается, что этому циклу я дала целый третий шанс. И он оказался удачным. И меня заинтересовало. Это абсолютно идеальные книги для того, чтобы расслабиться. Вот для меня вообще книги в отпуск должны иметь одну главную характеристику. У них должен быть настолько легкий сюжет. Легкий сюжет не в плане происходящего, а в плане его построения. Так что, если говорить о фэнтези, я для отпуска всегда предпочитаю именно городское фэнтези. А я начну с подростковых книг. Я поняла, что у меня тоже как-то немножечко по блокам так получается, хотя я не старалась. Но ты выбрала книги в отпуск, которые предпочитает большинство, да? Да, да. А не те, которые обычно выбираешь ты. Не так, как некоторые комментаторы написали, что же посоветует Катя. Но на самом деле Катя в последней поездке читала китайские, либо слушала китайские новеллы. Так что все меняет, все течет, все меняется. Катя, не советуй нам китайские новеллы. В смысле? Нет, извини меня. Я на твой выбор не давлю. Не дави на мой. Я начну с подростковых книг. И обе эти книги я прочитала тоже в июне. Во-первых, вы ее видели уже в книжных выходных. Это «Союз волшебной штаны». Это идеальная книга для лета. И действие здесь происходит летом. Наши четыре главных героини, 16-летние школьницы, отправляются в разные точки мира и договариваются переписываться и друг к другу отправлять вот эти самые волшебные штаны. А волшебные они в том, что в них каждая выглядит совершенно великолепно. Мне так понравилось, когда они вначале, когда поняли, что это не простые штаны, а волшебные, пишут. Ой, целый свод правил использования волшебных штанов. Ребята, это просто бойцовский клуб наоборот. Все начинается, что запрещается стирать штаны, запрещается подворачивать штаны. Это уродство и будет уродство всегда. Да, 2001 год. Вы еще не знаете о том, что подвернутые штаны – это нормально. И все ходят у нас с подвернутыми штанами. Короче, ребят, это очень классная летняя книга. Она наполнена солнцем. Одна из героинь у нас в Греции, другая в Мексике. Третья, она остается дома в Америке. А четвертая, она уедет к отцу. Вот я не помню куда, мне кажется, тоже где-то в Америке. Вот самая летняя часть из этого – это часть в Греции. Вот эта вся греческая еда, это солнце, это природа – это просто здорово. И несмотря на то, что это лишь первая книга цикла, вторая пока не вышла, она заканчивается логично. Заканчивается лето, они дают себе обещание, что они и следующее лето будут также вот с этими штанами точно так же пересылать их друг к другу, поскольку эти штаны действительно изменили во многом жизнь каждой из этих девушек по-разному. Ну и это просто отличная и душевная история. А я сейчас думаю, почему я не взяла самую летнюю книгу, которую я прочла в прошлом году. Я даже в лучшие годы ее выносила. Это какая? Это Мариса Мэйр и ее «Мгновенная карма». Я когда читала «Мгновенную карму», я лето буквально кожей чувствовала. Там очень классная история о девушке, которая считала, что она лучше всех. Она все знает, и она имеет право судить остальных людей. И на самом деле оказалось, что это не так. Не всегда, даже если ты суперхорошая, можно быстро судить другого человека, особенно не зная, что у него там в душе творится. Но сама обстановка того, как она начинает работать вот в морском центре, вот это все, это было очень по-летнему. Вторая книга у меня не просто подростковая, это детская книга, у нее рейтинг возрастной 12+. Это тоже первая книга цикла, которую также можно смело читать, так как здесь все действие тоже происходит на летних каникулах. И как лето заканчивается, заканчивается эта книга. Это Мэри Элис Монро и Анжела Мэй. Островитяне. Боже мой, она такая милая. Я местами умилялась, что ли, в процессе чтения. Я не знаю, может у меня было какое-то особенное настроение, когда я ее читала, но она просто великолепная. Это тот самый род детской литературы, которая отлично подойдет как взрослому, так и ребенку. Главный герой у нас 11-летний Джейк. Живет с мамой и папой. Они у него военные. Мама у него вообще какой-то крутой военный летчик. Обычно он проводит лето так же, как всегда, на базе с родителями. Но у отца отнимают ногу, он лежит в больнице, и мать уезжает к отцу в другую страну, чтобы провести это лето вместе с ним. А Джейка отправляют к бабушке. Бабушка живет в Южной Каролине на острове. Этот остров, я так понимаю, это какая-то экологическая зона. Там нельзя ездить на автомобилях, у них только гольфкары. Они очень следят вообще за экосистемой всего острова. У них есть аллигатор огромный, которого никто не трогает, и он, соответственно, не трогает людей. Они очень там следят за популяцией черепах. Джейк сначала, конечно же, недоволен, что он уезжает на остров. К тому же там нет интернета. У бабушки Ханны ее жилье это такое бунгало, наполовину вообще приспособленное к какой-то жизни. Но, тем не менее, Джейк находит на этом острове настоящих друзей. И у нашей троицы совершенно прекрасная, искренняя дружба. Они друг друга поддерживают. Благодаря друг другу они становятся сильнее. Во второй части книги, это не спойлер, если что, Джейк вместе со своими друзьями и бабушкой Ханной участвуют в отряде, которые занимаются слежкой, закладкой черепах. Это просто невероятно милая книга. Я давно такого удовольствия не получала от детской литературы. Считаю, что это находка. В конце первого тома у нас заканчивается лето, и наша троица, которая называет себя островитяне, обещают друг другу, что следующее лето они точно так же проведут на этом острове. Я уже с нетерпением буду ждать продолжения приключений главных героев. Это самая милая книга этого года. Моя вторая категория – это детективы. Причем детективы, которые делают такой хороший закос под классические детективы. Я здесь долго не могла определиться между двумя циклами, но в итоге все-таки остановилась на Луизе Пенни и ее инспекторе Гаммаше. Мне крайне симпатичен этот персонаж, даже несмотря на то, что инспектор Гамаш, он немножко скучноват и нудноват. Но мне, как мне кажется, в этом его прелесть. В цикле на данный момент уже книг 16, и я их слушаю время от времени. Мне очень нравится, что здесь есть, как всегда, сквозная линия, персонажи, которые появляются то в одной книге, то в другой, но вот такой вот четкой сцепки и связки здесь нет. Поэтому вы действительно можете оставить цикл в любое время, вернуться к нему гораздо позже, и никак это не повлияет на восприятие всей истории в целом. Цикл начинается в небольшой деревеньке «Три сосны», где происходит убийство художницы. Причем художница была уже дама достаточно пожилая, она никому никогда не показывала свои творения, пока однажды не решилась, что вот сейчас на выставке она выставит свою картину, и все с огромнейшим удивлением обнаружили. Все думали, что там что-то шедевральное рисуется. Но когда они эту картину увидели, многих постигло разочарование, потому что все нарисовано будто детской рукой, там кружочек палочки человечек, вот все такое. Но все персонажи на этой картине были очень и очень узнаваемыми. А на картине был изображен один из дней этого самого городка. И вот этот первый роман, он на самом деле задает настроение и темп всей истории. Это очень неспешное повествование. Инспектор Гамаш ходит, инспектор Гамаш пьет кофе, он с кем-то разговаривает. Так я бы попила кофе, как инспектор Гамаш. И как бы между делом происходит расследование. И вот эта неспешность, какая-то умиротворенность повествования, она расслабляет. И вам даже здесь не так важен момент, кто убийца, в чем смысл преступления, как это было сделано, как сам процесс того, как это происходит. И мы в эту деревеньку, кстати, будем возвращаться не единожды в этом цикле. И у меня иногда даже складывается впечатление, что все преступления Канады, они происходят в деревне Трисосны. В той самой деревне, где никогда ничего, по мнению ее жителей, не происходит. И жителей там, наверное, 25. Но это я, конечно, утрирую чуть-чуть побольше. И сам инспектор Гамаш, он с каким-то уже трепетом и удовольствием ждет, когда же в этой деревне Трисосны что-то снова случится, чтобы он поехал на свежий воздух. Еще раз скажу, что в этом цикле не будет никаких головокружительных сюжетных поворотов, не будет неожиданностей. И даже сама история, именно вот преступления, она достаточно прозрачна. Вот что в первой книге вы буквально в самом начале поймете, кто этот преступник, кто убил эту несчастную художницу. Что во второй, что в третьей, там все прозрачно. Но вот удовольствие от темпа повествования, от того, как инспектор Гамаш сам приходит к этим выводам и как он ищет доказательства, это очень здорово. Вот это реально чтение для того, чтобы отдохнуть. Я продолжу тему детективов. У меня тоже, как у Светланы в городском фэнтези есть универсальный ответ, так и у меня в детективах. Я вам приготовила иронические детективы. И да, это в очередной раз Хмелевская. Я как со своих 10-11 лет считаю, что Хмелевская это лучший вариант для отдыха, для любого, в любое время года. В любое вообще время, что бы вы ни делали, взять Хмелевскую, она вас сразу расслабит. А если она вас не расслабит, надо проверить свое чувство юмора. Так как чувство юмора Хмелевской, оно совершенно великолепное. Ну, ребят, если вам не нравится Хмелевская и ее детектив, то проверьте свое чувство юмора в конце концов. Я сегодня решила сразу вот так вот похвалиться, ой, чуть спойлер не показала, на следующий иронический детектив и принести вот то, что у меня есть на данный момент, и рассказать, какие именно приключения Пани и Анны лучше всего подходят именно для отпуска. Это явно не ее первая книга цикла, подозреваются все, так как все действие там происходит на работе, хоть они и не работают, но когда ты даже на работе, сидишь в офисе и не работаешь, ты понимаешь, твое время, оно утекает просто сквозь пальцы. Ты не отдыхаешь. Книги, где можно и попутешествовать именно с Пани и у Анны и отдохнуть. Во-первых, это что сказал покойник, когда нашу главную героиню Пани и у Анну из нелегального казино по ошибке принимают за другую женщину и увозят в Бразилию. Вроде бы как она пленница, но там очень хорошо, там прекрасные условия, она в Бразилии отдохнет, погуляет, и даже в этой Бразилии она научится управлять яхты и пересечет океан до Франции. Когда я читала это первый раз, это было очень забавно. Во Франции она снова попадет. А еще раз, она где была? В нелегальном казино? В нелегальном, да. Из нелегального казино. У Пани и у Анны есть такая черта, я говорила об этом в покупках, и в принципе эта черта самой Хмелевской, она была очень азартная. И как вы понимаете, в казино она пошла, даже несмотря на то, что это казино неофициальное, а играть-то хочется. Так, у меня книги сейчас просто балансируют. После Франции она побывает проездом в Германии, в Дании и вернется в родную Польшу. Если на сюжет, что сказал покойник, смотреть очень такими реалистическими и пессимистическими глазами, конечно, это будет выглядеть полным бредом. Но это как в ромкомах. Здесь не важна достоверность, здесь важна атмосфера. А атмосферы здесь вот хоть отбавляй. Все красное. Пани и у Анны едут в отпуск в Данию к своей подруге, где в ее доме все время будут происходить покушения на убийство. Сами убийства, к сожалению, получится не каждый раз. Будут лишь непонятные какие-то вещи происходить. То варенье они разольют. И все красное мне немножко напоминает проселочные дороги, колодцы предков. Только здесь, вместо вот этой сумасшедшей семейки, здесь сумасшедшие друзья. Алиция ее, главная лучшая подруга, которая из Польши переехала в Данию, ее еще одна подруга с сыном. Прямо все как у меня. И семья сумасшедшие, друзья такие же. И вот эта атмосфера такого, знаете, отпуска остросюжетного, она здесь тоже вас покидать не будет. Что я еще принесла? Ну, колодцы предков и проселочные дороги я уже просто не буду показывать, поскольку я про них говорила очень много. Но фактически любой детектив Хмелевской можно смело брать в отпуск. Иронический детектив, с которым я познакомилась в начале июня, отлично провела с ним время. Я сказала ознакомиться. Да. Но я сама еще не познакомилась. И тоже готова его советовать. Это первый роман из цикла про семейство Ченов. Доверьтесь Ченам. Мне он немножечко напомнил детский мультик «Я краснею» про семью, которая эмигрировала из Китая в Америку. И вот это вот, вот хочется сказать сумасшедшее семейство, семейство с гиперопекой вокруг своего ребенка. Здесь у нас главная героиня, это, естественно, уже взрослая девушка и 25, она фотограф. Но у ее семьи бизнес. Это четыре тетки, включая ее мать, которые занимаются устройством и оформлением свадеб. И вот здесь просто идеальное описание. Подождите, где-то оно вот было в начале. Первый раз рецензии на первом листе меня не раздражали. Оно идеально описывает то, что здесь происходит. «Заверните романтическую комедию в детективную историю и посыпьте у Кендом у Перни». Это фильм комедийный 80-х годов, где друзья все время таскали с собой мертвого человека. Здесь будет примерно то же самое. Наша главная героиня убьет человека в начале романа. И вот этот труп, они весело вместе со всеми тетушками, будут возить по очень дорогой свадьбе. Там же на этой свадьбе будет некое происшествие, которое будет расследоваться. Я не знаю, это тоже отлично подходит. Здравствуйте. Он давно здесь сидит? Он давно там ходит. Это тоже отличное, расслабляющее чтение, совершенно великолепными, сумасшедшенько героями, харизматичными. Единственный момент, который мне немного не понравился, это иронический детектив с ромкомом. И у нашей главной героини будет мужчина ее мечты. Здесь будет вот эта вот милая, слащавая романтика. Но опять-таки, это я не любитель этой романтики. А многие любители и любители, обратите внимание, я очень хочу уже прочитать быстрее вторую книгу, так как во второй книге что-то будет происходить уже на свадьбе главной героини. Так, дорогие друзья, переходим к категории милой, слащавой романтики. Ой, как я здорово-то тебя увела к ней. Одна романтика у меня прям милая и слащавая, а вторая романтика милая, слащавая, но с очень горячими сценами. Ой, я знаю, о чем ты. Я в июне прочитала обе эти книги. Какое удовольствие я от чтения получила, вы не представляете. Во-первых, это у нас книжная жизнь Нины. Совершенно случайно, в подборке, какой-то летней, в приложении, даже не помню, в каком приложении я ее слушала, я открыла и залипла. Главная героиня Нина, ей под 30 лет, живет в своем книжном мирке, она работает в книжном магазине, она читает книги всегда и везде, она играет в квизы, она настоящая ходячая энциклопедия, вечерами в определенные дни она собирает книжный клуб с подругами, книжный клуб для детей, и все в ее жизни вертится вокруг книг. Ей нравится один парень из команды соперников по квизам, но особо ничего как-то у них не складывается, то она как-то, да, стесняется, и он что-то нерешительный, но в один момент Нина узнает, что, оказывается, она никогда не знала своего отца, у нее мать, она известная фотограф, она путешествует по миру, и она никогда ей не рассказывала, кто ее отец. И тут раздается звонок, Нине говорят, что ее отец умер и оставил ей некое наследство. Но к наследству, естественно, прилагается еще и большая семья, которая была у этого отца. А Нина, она всегда немножко сожалела, что она единственный ребенок, у нее нет братьев, сестер, а тут распишитесь, получите там и тети, и дяди, и двоюродные бабушки, и племянники, и кого там только нет в этой семье. А они не знали о ее существовании. Они не знали о ее существовании. Когда только мать Нины узнала о своей беременности, она сразу с этим мужчиной, она подписала с ним договор, что он не будет вмешиваться в жизнь дочери. Ей он был не нужен. Она прекрасно справлялась с воспитанием сама, ну, вернее, как справлялась. Сначала возила свою дочку по всему миру за собой, таскала, та у нее в коробке спала рядышком с ней, а потом она просто спихнула ее на воспитание няньки. Но у них хорошие... Но как вы выяснили, воспитали-то ее хорошо. У нее хорошее отношение с матерью, здесь никакого конфликта матери и дочери не будет, да здесь и в принципе каких-то особых конфликтов не будет. Но благодаря вот этому звонку, благодаря этому знакомству с новой семьей, Нина, наконец-то, я не могу сказать, что она вылезет из своей скорлупы. Ее хоть и пытаются представить, знаете, такой книжной, замкнутой девочкой, но сами подумайте. Ну извините, она ходит на квизы, у нее книжные клубы. У нее социального общения очень много. Она просто не решалась когда-то что-то поменять. Ей казалось, что она не нуждается ни в каких отношениях. Ну да, нравится он ей. Ну и черт с ним, нравится и нравится. Тут все завертелось, тут все началось. Мне очень понравилось. Вот это реально легкое, расслабляющее, милое, милое, сопливое, карамельная история. За героиней наблюдала с огромнейшим трепетом и интересом. Если хочется чего-то непринужденного, пушистого, радужного, ребят, вот, книжная жизнь Нины. И про книги там, кстати, очень много. Там очень много отсылок как к книгам, так и к литературе, хотела я сказать, так и к кино. Все эти отсылочки вы там найдете. И вторая история, которая мне понравилась еще больше благодаря горячим сценам. И, в принципе, вот этот сюжетный поворот я очень люблю в кино, в ром-комах, когда богатенькая девочка или богатенький парень, я не знаю, богатенький мальчик внезапно оказывается где-то на отшибе мира и приходится свое существование оплачивать не денежками мамы с папой или других родственников, а как-то карабкаться самостоятельно. Роман называется... Мне кажется, рождественских комедий подобных просто море. Очень много, да. Роман называется «Что случилось этим летом?» и это настоящий летний ром-ком. Главная героиня, очень богатенькая девочка, 28 лет, с миллионом подписчиков в Инстаграме. Инфлюенсы. И вся ее жизнь проходит в сплошных вечеринках, фотосессиях и прочих сопутствующих вот этой инстаграмной, искусственной инстаграмной жизни. Но один из ее подступков окончательно, окончательно вывел из себя ее отчима, и он отправляет Пайпер, это имя нашей главной героини, в город, вернее, в городишечко, где она родилась. Вместе с ней туда отправляется ее сестра Ханна. И есть вторая книга, потому что это идеология, уже про сестру Ханну, городок небольшой. Я буду читать, я поняла. Буду я читать. Вопросы какие. Городок небольшой. Это городок рыбацкий. А у меня небольшой пунктик насчет рыбаков и дровосек. Так что, если в Индии есть рыбак или дровосек, обращайтесь. Я... Все, ребят, я пропала буквально. А здесь еще такой харизматичный мужчина. Невероятный просто. Как всегда, драма в душе, огромнейшая трагедия. 25 лет назад жена умерла. После этого он ни с кем ни никогда. И как только увидел ее, все загорелось и в штанах, значит, стало тесно. Там тесно в штанах постоянно просто. Особенно начиная со второй половины романа. Причем, знаете, это настолько необременительное чтение, что особого... Вот они встретили друг друга, и у них сразу телесная привязанность, и все начинается именно с этого телесного влечения. Но мы же все с вами понимаем, что это настоящая, чистая она, та самая любовь, единственная и неповторимая. Мне очень понравилось наблюдать за нашими главными героями, и постельные сцены, они написаны в принципе... Ну, не могу сказать, что прям вах-вах-вах, как... Нормально. Для Ромкома отлично, легко, великолепно, ярко, но, несмотря на то, что книга Ромкома и все сконцентрировано на взаимной, телесной, в первую очередь, привязанности наших главных героев, мне понравилась мысль и идея того, что наша Пайпер, которая раньше была пустой оболочкой абсолютно для всех, она наконец-то поняла, что она не настолько уже пустая оболочка, и очень хорошо раскрылась. Жду про Ханну. И про ее рыбака, или кто там у нее будет. Хотелось бы дровосека, но все дело не в той области происходит, не в том регионе. Если вы смотрели «Наша прочитанная майя», то вы знаете мою историю о том, что я как-то в мае неожиданно много прочитала рассказов. Не мое любимое направление, я вообще не любительница малой прозы, я так думала. Но все меняется, я поняла, что рассказы это отличный формат, когда ты хочешь расслабиться, почитать, но у тебя нет на это слишком много времени, либо нет желания как-то вот что-то глобально читать. Я, кстати, еще когда в марте мы ездили в Москву, я тогда очень здорово почитала сборник рассказов Дарьи Бабылевой, но про Бабылеву я расскажу еще чуть позже. И вот в июне я села читать вот эту новиночку сборник рассказов «До встречи в книжном» и поняла, что это идеальное чтение на лето. В этом сборнике восемь авторов написали восемь разных рассказов, которые объединяет любовь к книгам. Здесь либо действие будет в книжном магазине, либо главный герой сам пишет и работает в книжном магазине, либо как вот, например, у Саши Степановой главная героиня учится на филологическом и ищет переводы определенного человека. Мне понравились все рассказы. Я не очень люблю вообще вот этот формат, когда любовь к книгам есть в книгах, но вот в формате рассказов это зашло на ура. Из восьми рассказов мне прямо очень сильно понравились два. Во-первых, это рассказ Саши Степановой. В переводе «Колдуна» он мне немножечко напомнил сказки наши, вот я не знаю, это либо в советское, либо в постсоветское время была сказка по городу. Шел по городу волшебник и волшебные спички. Если вы понимаете, о чем, то вы понимаете. Дело в том, что здесь вот это ощущение какое-то с одной стороны совершенно обыденная реальность и моменты какого-то волшебства. Наша главная героиня учится на филологическом и ищет переводы человека по имени колдун. Ходит городская легенда, что если собрать пять томов полностью в переводе того самого колдуна, то твоя жизнь перевернется с ног на голову и что-то изменится очень сильно. И вроде бы как и не получается собрать эти пять томов, но в процессе поиска случается самое настоящее бытовое обыденное волшебство. А второй рассказ, который мне очень понравился, он уже принадлежит Оксане Багрей и называется он «Адам и его королевы колдовства. Обычная история о конце света». Главный герой Адам. Работает в книжном, любит писателя Фила Неймана, практически Нила Геймана. Но, к сожалению, Фил Нейман не отвечает ему в Твиттере, когда Адам задает очень глубокие и важные вопросы, как начинающий писатель. Но Адам знакомится с разрушителем галактик, который приходит к нему и говорит, что вообще у него задание разрушить вот этот квадрант полностью, где находится земля, но он пока не может этого сделать, ему надо знать, чем закончатся приключения девочек-волшебниц, о которых пишет Адам. И вот так у Адама появляется друг, разрушитель галактик. Это очень забавный рассказ, и он мне очень напомнил Терри Пратчета и его рассказы. И его цикл про Джонни. Очень классная книга, она, кстати, совершенно небольшая, читается там буквально за один вечер. Я пыталась ее растянуть, растянула на вечер и утро в итоге. Но для тех, кто любит книги, для тех, кто любит книжные магазины, для тех, кто любит посидеть и выпить кофеечку в книжном магазине, эта книга идеально подойдет. Начинаем нашу категорию циклы, в которые я вляпалась и от которых не могу оторваться. Во-первых, самый сладенький я оставила напоследок. Даже то самое? Да, то самое. Это пять книг. Я еще не все дочитала, я в процессе. Хрустальный дворец Евгения Гоглоева. Можно вопрос? Это ты с них вчера умилялась. Да, это вчера я пыталась тебе рассказать именно про этот цикл. Ничего не вышло, меня не стали слушать. Ребят, если вы вспомните сериалы Бразилия, Аргентина, сериалы российские «Начало нулевых», сериалы в духе «Не родись красивой», там сама обстановка какая-то подобная. У нас там есть корпорация, ей владеет эта семья, отец семейства во главе уже много лет, его жена обязательно держит какой-то дом моды, что-то с модой связано, а серьезные дела ворочает отец, она там развлекается с одежками, с какими-нибудь, то именно такая семья у нас в Хрустальном дворце. А Хрустальный дворец это, кстати, даже не знаю, это Хрустальный дворец, который стоит в доме Бежецких, он выполнен из стекла, это какой-то клиент им сделал такой подарок, вот он стоит в центре дома, и все на него смотрят и восхищаются тем, какой он красивый. Это похоже на сериал Дом цветов? Похоже на сериал Дом цветов, похоже на бразильский сериал и вообще очень похоже. Итак, я сказала, что все главное действие вертится вокруг семьи Бежецких, в особенности вокруг дочери, нашей главной героини, Насти. Она заканчивает университет и должна в скорости к отцу прийти работать, но отец ее очень сильно торопит, причем он не то, что даже торопит ее или желает, чтобы она работала рядом с ним, он требует того, чтобы она срочно бросала все и работала у него в фирме, и чтобы она прошла огонь, воду и медные трубы, поработала в каждом отделе и знала весь этот процесс до изнанки. И с одной стороны, вроде это правильно, но с другой стороны, когда дочь тебе говорит, как бы, пап, я архитектор, я вот тут заканчиваю университет, давай я закончу и приду к тебе работать. Ничего он слышит, не хочет, он считает, что Настя уже ко всему готова. Тем более, надежды на сына у него нет. Сын фотограф, вообще пропащая душа, творческая профессия, фу, таких в семье Бежецких не любят. Мать семьи занимается, как я сказала, домом мод, там есть еще тетка, там куча родственников, там двоюродная сестра. И тут даже сама завязка, это вот та самая, как в сериалах. Здесь есть герои, которые раздражают с первых страниц, вплоть, вот знаете, до этого, ах ты стерва, тебя бы придушить, что ты делаешь, тварь такая. Вот эти самые эмоции, которые я получала в процессе просмотра сериалов, они все здесь просто, они все здесь, как на подбор. Мне кажется, это еще подойдет любителям турецких сериалов. Турец, да, ребята, тоже подойдет. Наша Настя, она действительно пройдет огонь, воду и медные трубы, ей предстоит очень много испытаний, потому что здесь столько интриг. Здесь просто каждая какая-то точка-карапузичка в этой книге, даже самый второстепенный персонаж, они же все мечтают сделать подлянку какую-нибудь семье Бежецких, а там в семье у самих еще ворох проблем. Там одна Изольда, это тетка Насти, получается, сестра ее отца, чего стоит, которой наследство не досталось, и отец запретил ей вообще когда-либо хоть один процентик акции этой корпорации дать, чему она страшно не рада. Здесь огонь творится. Здесь кипят страсти. Страсти самые настоящие, один сплошной, вот один сплошной огонь и интриги. Это надо читать. Я, в принципе, с Евгением Гоглоевым, я до этого цикла, я ничего у него не читала, и я всегда его ассоциировала исключительно вот с детской литературой. Я помню, у него цикл есть там какой-то пандем, мони, пандониум, пандем, мониум, пандеминиум. Как-то так. Пока Шетлана вам рассказывает, я проверю. Ребят, я в восторге. Я захлебываюсь на... Я действительно смотрю сериал, понимаете? Я смотрю сериал, где есть где пригореть, где есть где пригореть и похвататься за голову. У Насти еще и подруги есть, подруги тоже огонь. Пандемониум из Ирцалия. Одна из них работает журналисткой в газете. Там же работает и брат Насти, который фотограф. И вот знаете, девушка оторва самая настоящая. Она хочет написать какую-нибудь великую статью, чтобы о ней все узнали, как о журналистке. Поэтому она совершенно без башки, без башни. Я иду, значит, в наркокартель покупать полтора килограмма наркотиков. И тащит туда за собой Настю. Это просто сплошное удовольствие. Вот знаете, на грани какого-то китча, я по-другому не могу сказать. Ребят, я не знала, что меня под этими обложками ждет такая любовь. Ой, главная отсрочка с турецкими сериалами получилась. Но этот цикл реально, он очень хорош для отпуска. Во-первых, потому что от него совершенно невозможно оторваться. А во-вторых, вы столько эмоций испытаете, это надо как-то переварить. И чтобы желательно посторонние люди этого не видели. Давайте я чуть-чуть сейчас перед другим циклом как раз логично приведу к нему. Я поняла в июне этого года, что для меня одно из открытий приятных этого года и совершенно случайно стала наша современная мистика, которую пишут очень здорово русские писательницы. Я совершенно случайно в марте послушала Дарью Бабылеву и ее в Юрке, а потом я еще послушала сборник рассказов. И вот Бабылева с в Юрками это идеальное чтение летом. Когда вы на даче, когда вы в деревне у родственников, я завидую тому, что я не могу сейчас поехать, как раньше, к бабушке в деревню, лечь на вот эту вот железненькую кроваточку с ее книжечкой и провалиться, как я так читала того же Улиншпигеля. В Юрке это лето в дачном поселке. И вот здесь, в отличие от некоторых других романов, это можно сравнить с Кингом, так как в этом дачном поселке все реально друг друга знают. Все знают, кто пьет, у кого нет там никого, она живет одиночкой, бабылем таким, кто там все время завидует своей подруге, там все 50 лет. Вот это все они знают. И совершенно мистическим образом эти в Юрке оказываются отрезаны от всего остального мира. А растительность просто буйствует вокруг в Юрков, ты не можешь из них выйти, ты начинаешь кружить где-то по лесу, и хорошо, если ты еще живой, выйдешь обратно в эти в Юрки. И вот фактически, хоть и действие происходит вот в этих в Юрках, да, и здесь есть несколько главных героев, но каждая глава это история об отдельном жителе этого поселка и какая-то жутенькая история, которая случается с этим человеком. Здесь есть очень пугающие моменты до дрожи, здесь есть те самые деревянные туалеты у некоторых с пауками, здесь есть заброшенные дома. Читать это прям вот холодок по коже иногда будет пробирать, и у Бабылевой получилось сделать совершенно уникальную историю, основанную с одной стороны на славянской мифологии, а с другой стороны на нашей современной жизни. Идеальное чтение для лета. А вот второе идеальное чтение... Это еще один цикл, в который я вляпалась. А потом и я вляпалась. Я пару лет назад я прочитала несколько книг из этого цикла, как раз вспомнила про него, что он отлично подойдет для отпуска, и думаю, мне надо сейчас взять первую книгу немножечко вначале послушать, чтобы вспомнить, кто из героев кто, чем они там вообще занимались, в чем сама завязка этого сюжета. И я очнулась, когда слушала четвертую книгу. Это еще один цикл, от которого совершенно невозможно оторваться. Это Елена Обухова и Наталья Тимошенко «Секретное досье». Два года назад, мне кажется, я на канале про первую книгу рассказывала. Первая книга называется «Тайна заброшенной деревни». И здесь у нас группа людей. В первом романе как раз они знакомятся. Это пять героев, которые дальше тоже будут вместе двигаться по сюжету. Во-первых, это Войтех. Он чех, бывший космонавт. Бывший военный. И организатор собственно вот этой поездки в деревню Комсомольскую. Это Саша. Она врач, которой очень интересно жить. Она очень любит и свою работу, и приключения ей не сидится на месте. Поэтому, когда она видит объявление в интернете, она с удовольствием вляпывается в эту авантюру. Это Лиля, блондинка на шпильках. Красотка невероятная и немножко дурочка, как кажется на первый взгляд, но Лиля не так проста. Ее брат Ваня... Подожди, Лиля химик. Лиля химик, да. Лиля химик, насчет того, что она дурочка. Но Лиля просто очень любит пользоваться своей внешностью, и она прекрасно понимает, что изображая из себя дурочку, она получит гораздо больше информации, чем... Не изображая дурочку. Не изображая дурочку, да. Ее брат Ваня, который увязывается вслед за Лилей, потому что не понимает, какого хрена сестра что-то в интернете прочитала и куда-то понеслась. Он увязывается вместе с ней, чтобы с Лилей ничего не случилось. И Неф. Человек уже в возрасте, слабый здоровьем, но тоже со своим интересом. Мне, кстати, очень нравится, как по циклу раскрываются персонажи. Что там у каждого есть своя тайна, есть своя история, почему он отправился в эту поездку. Неф у нас, кстати, специалист по истории, религии, по фольклору. Каждый из этой пятерки очень классный персонаж. Я не знаю, они настолько идеально друг к другу подобраны, они настолько разные, и они все тоже харизматичные. Мне очень нравится, как они взаимодействуют. Ой, ну правда, Ване иногда хочется дать по башке. Ой, ну там не только Ване хочется дать по башке, там я многим бы иногда что-нибудь, где-нибудь бы раздала. Но, когда они вот вместе, все их диалоги, весь их страх, который они испытывают в определенных ситуациях, это настолько реально и жизненно прописано, причем по бытовому, без лишнего пафоса, без лишнего какого-то эмоционального выброса. То есть, да, им страшно, но они вот, но ты чувствуешь, что их поведение, оно очень близко к реальному. Я не знаю, как объяснить правильно этот момент, но я абсолютно верю в то, что такие там Лиля, Саша, Войтех, Неф и Ваня, они существуют где-то там рядом вместе с нами. Истории все очень небольшие, но увлекательные и самая пакость, которую придумали авторы, это в конце каждой истории вставлять маленький задел на следующую. И ты, блин, вот ты заканчиваешь, ты думаешь, так, сейчас закончу книгу и сейчас я что-то другое возьму, почитаю. Нифига ты не возьмешь, потому что там такой крючок на следующий рассказ, что ты уже ничего не можешь поделать и начинаешь слушать следующую книгу. Я сейчас слушаю первую, это вот эта, та самая заброшенная деревня, как они поехали в Хакасию, они не собирались, кстати, в этот Комсомольск, они собирались искать деревню целителей, но совершенно случайно вляпались в деревню, где то ли временная петля происходит, то ли призраки бродят, и деревня, на самом деле, не жила, я уже лет так 50. Я бы хотела видеть сериал еще такой. Это идеально ложиться в формат сериала. Это был бы идеальный сериал, и это идеальное чтение в отпуск. Я уже предвкушаю, как я сейчас разделаюсь со всякими другими книгами, и в июле буду читать только это, вернее, я буду это слушать. Там еще такая классная начитка вот с этими всякими звуками, уууу, и у Обухова и Стимошенко реально получается создавать очень до мурашек пробирающие эпизоды. Я с Хроникой Белых Ночей шла по городу, по тому самому старому городку, простому ростовскому, и моментами было очень так зябко в 30-градостную тоже руку. Они выписывают именно вот такие эпизоды, то есть, если говорить в целом о книге, то у них достаточно... А еще они очень уютные. Уютные, да. Достаточно простые тоже истории, простые и в плане в мистическом, и в детективном, но отдельные эпизоды и то, как это все складывается в цельную историю, потому что там все завязывается в единое повествование. Между тем, что они расследуют разные дела, разные происшествия, все это объединено и общим, к чему мы медленно, но верно подходим. Просто восторг. Я еще хотела сказать, вот как в Локвуде и компания, вот эти уютные у них посиделки с чаечком в промежутке между ловлей призраков, тут то же самое. Они так уютненько собираются, даже в этой Хакасии, в этой заброшенной деревне они варят... Сосиски ели. Сосиски ели, варят супы из тушенки и такой уют. И даже кофе растворимый они пьют три в одном и там уют. Не знаю, это очень здорово. Я довольна, что я случайно вляпалась в этот цикл и у нас теперь со Светой все время вот есть вот этот момент обсуждения. Так что, ребята, обязательно делитесь, какие книги любите читать в отпуске вы. Мы на этом будем заканчивать. Всем вам огромное спасибо за внимание. Всем пока. Котики, читайте и отдыхайте с удовольствием. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок